Будут стены, будет дом, гласит знаменитая поговорка, которая уже применима к строительству нового корпуса детской областной больницы. Постепенно проект начинает приобретать очертания. От бывших здесь когда-то складов и заросших деревьев сегодня не осталось и следа. В эти дни специалисты работают над устройством цокольного этажа, развитием сети коммуникаций и постепенно переходят дальше. На сегодняшний день мы ведем работу по возведению нулевого цикла здания пристройки к областной детской больнице. На площадке ежедневно задействованы порядка 40 человек, 3 филиала по лесу жилстрой. Общестроительную работу выполняет ПМК-17, ПМК-82, сантехники ПМК-12. Также внеплощадочные сети у нас МУ-9 выполняет, которая ведет работу за пределами строительной площадки. С высоты объект смотрится серьезно и внушительно. Еще бы! Новый блок будет оснащен всем необходимым. Здесь разработана и будет внедрена концепция безбарьерной среды. В проект заложены лифты-подъемники. Согласно плану, сюда переедет часть реанимационного отделения, отделение для недоношенных детей и малышей до года, кардиоревматологический блок и сектор палеоативной помощи. В целом объект должен вписаться в существующую инфраструктуру и дополнить ее с учетом комфорта и пациентов, и докторов. Сегодня вместо запланированных 270 пациентов, здесь единовременно получают помощь более 400 малышей со всей области. В проекте данном, те отделения, которые съезжают, все уже нарисовано и придумано в рамках тех ТНПА существующих, то есть по площади, по оснащению и так далее. Это будет новое слово в медицине, скажем так. Получается, разгружаются площади для расширения тех существующих отделений. Мы пока не ставим задачу увеличения коек. Пока мы справляемся с этими койками, койками, наличием. А вот с площадями будет все хорошо. Это создает условия для тех остающихся в старых площадях. Оно, площадь больше становится. Это удобство и для пациента, и для комфорт для сотрудников. Сейчас приходится некие профили совмещенные, которые есть, им приходится ютиться где-то всем в одном помещении. Там можно будет создать комфортные условия для работы в том числе. Планы по развитию корпуса достаточно амбициозные. Сдать объект планируется в срок. Ввод запланирован на 2021. К концу года текущего строители должны завершить возведение так называемой коробки, чтобы зимой переходить на внутренние и отделочные работы.